МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маша, это я не знаю. Эбе делаем я буду. Яткар, это я не знаю. Эбе, мои-бень, я буду. Мэн-жэй. Ман, еще вырос. Аллан Малам. Наташа, это я не знаю. Эбе, аван, я буду. Марианя, это я не знаю. Эбе делаем я буду. Тавах. Спасибо. Та ва. А час дзян? Манан? Кудамка обор. Дима, кала га эзэ хаюлы? Дима, ты смелый? Эзэ хаюлы? Эбе хаюла. Пидя ван. А плабул сан? Кудамка ран? Пёр ябала иль? Вазьми одну вещь. Кумень, эбе пальместеп. Эбе вара, пледя. Ку, калем. Это ручка. Часто и по-чувашски говорят ручка. Но есть и чувашское слово. Калем. И мы будем говорить калем. Карина, тебер ябала иль? Возьми другую вещь. Кумень, эбе пальместеп. Эбе депальместеп. Эбе вара, пледя. Ку, карандаш. Это карандаш. Карина, ядкара кудамка парк. Дима, тебер ябала иль? Возьми одну вещь. Кумень, эбе пальместеп. Эбе пеледеп. Ку, кинегия. Терес, ку, кинегия. Наташа, эзади пир ябала иль? Ядкар. Кудамка напар, Наташина? Ку, кинегия. Ку, кинегия. Ку, кинегия. Часто и по-чувашски говорят тетрадь. Но мы будем говорить чувашское слово. Типтер. Карина, мень пульже? Манан кудамка кирлян. А, сана кудамка кирлян. Иль таргашин. Возьми, пожалуйста. Таня, добавься, Наташа. А чесям? Каман мень пур. У кого이, что есть? Каман мень пур. Дима, санан мень пур. Манан колем пур. Юрад. Карина, санан мень пур. Манан карандаш пур. Аван, Карина, санан меньпур. Манан кудам капур. Пиделаях санан меньпур. Манан кинеге пур. Аван, Наташа, санан меньпур. Манан киптия пур. Пиде, Аван. А че зел? Мана кинеге кирля. Мне нужна книга. Мана кинеге кирля. Иль таргашан. Тавдабуш. Спасибо, тавдабуш. Камамень кирля. Кому что нужно? Камамень кирля. Мана киптия пур. Я Наташа парган. Иль таргашан. Аван? Тавдабуш. Я ткар санамень кирля. Манан кудам кай кирля. Иль таргашан. Тавдабуш, Маша. Дима, санамень кирля. Мана шоколад кирля. Сана шоколад кирля. Тебе нужна шоколадка? Манан шоколад топор. У меня и шоколад есть. Иль таргашан. Возьми, пожалуйста. Утезене ханала. Угости других. Салам. Меня зовут Улине. И сегодня у нас чувашский язык. Ученые считают, что около 70% информации в предложении несет в себе сказуемое, как правило, выраженное глаголом. Поэтому изучение глаголов в любом языке имеет первостепенное значение. Мы тоже начнем с 10 основных глаголов. Кстати, в словарях чувашский глагол дается не в неопределенной форме, как это делается в русском языке. Сказать, есть, пить, спать. А дается основа глагола, которая совпадает с повелительной формой. Скажи, ешь, пей, спи. Это очень удобно, поскольку чувашский язык относится к агглютинативному типу, то есть, где элементы слов как бы прикрепляются к основе друг за дружкой. Например, туз, друг. Тузсэм, друзья. Тузсэмбе с друзьями. Итак, начнем. А чтобы легче запомнить, мы будем каждый глагол сопровождать жестом. Кала, говори, кала. Щи, ешь, щи. Эщ, пей, эщ. Шивар, спи. Шивар. Пох, смотри. Пох. Ид, спроси. Ид. Эщ, ле, работай. Эщ, ле. Кан, отдыхай. Кан. Киль, приходи. Киль. Кай, уходи. Кай. А чтобы смягчить наш императив, нашу повелительность, мы можем добавить частицу ха. Кала, ха. Скажи, пожалуйста. Кала, ха. Щи, ха. Поешь. Щи, ха. Пох, ха. Посмотри, взгляни. Пох, ха. И так далее. А если мы поставим перед повелительным наклонением ан, то получится отрицательное значение слов. Ан, щи. Не ешь. Ан, щи. Ан, ит. Не спрашивай. Ан, ит. Ан, кай. Не уходи. Ан, кай. Теперь мы проспрягаем в настоящем времени. Кала. Сказать. Скажи. Эбе, каладоб. Я говорю. Эбе, каладоб. Эзе, каладан. Ты говоришь. Эзе, каладан. Вол, каладь. Он говорит. Она говорит. Вол, каладь. То есть, когда я, эбе, окончание адоб. Когда ты, эзе, окончание адан. Когда он, вол, окончание адь. А вот, чтобы сказать в отрицательной форме, мы ставим в серединку аффикс маз или мез. Например. Эбе, кала, мастоп. Я не говорю. Эбе, кала, мастоп. Эзе, кала, мастон. Ты не говоришь. Эзе, кала, мастон. Вол, кала, масть. Он, она, не говорит. Вол, кала, масть. Второй глагол. Щи. Есть. Ешь. В основе слова у нас звук и. Соответственно, он будет присоединять мягкие звуки. Обратите внимание. Эбе, щи едет. Я ем. Эбе, щи едет. Эзе, щи еден. Ты ешь. Эзе, щи еден. Вол, щи едь. Он, она, ест. Вол, щи едь. Отрицание. Эбе, щи мастоп. Я не ем. Эбе, щи мастоп. Эзе, щи мастень. Ты не ешь. Эзе, щи мастень. Вол, щи масть. Он, она, не ест. Вол, щи масть. Третий глагол – эщ. Пить – пей. Эбе – эжедеп. Я пью. Эбе – эжедеп. Эзы – эжедень. Ты пьешь. Эзы – эжедень. Вол – эжедь. Он – она пьет. Вол – эжедь. Попробуем сделать отрицательную форму. Эбе – эжедеп. Я не пью. Эбе – эжедеп. Эзы – эжедеп. Ты не пьешь. Эзы – эжедеп. Вол – эжедеп. Он – она не пьет. Вол – эжедеп. Четвертый глагол – шивор. Спать. Спи. Эбе – шиворадом. Я сплю. Эбе – шиворадом. Эзы – шивораден. Ты спишь. Эзы – шивораден. Вол – шиворать. Он – она спит. Вол – шиворать. А теперь отрицательная форма. Эбе – шивор. Мастоп. Я не сплю. Эбе – шивор. Мастоп. Эзы – шивор. Мастон. Ты не спишь. Эзы – шивор. Мастон. Вол – шивор. Масть. Он – она не спит. Вол – шивор. Масть. Теперь мы знаем три разные отрицательные формы в чувашском языке. Мар – лаях мар. Нехороший. Хитрый мар. Некрасивый. Вол – мар. Не он. Ан – для повелительного наклонения. Ангай. Не уходи. Ан-ы. Не спрашивай. Маст или мес. Только для глаголов. Она присоединяется к корню слова. Эбе – пох. Мастоп. Я не смотрю. Эбе – в пыльместе. Я не знаю. Ну что, летим дальше к знаниям чувашского языка. Пятый глагол. Пох. Смотреть. Смотри. Эбе – пох. Мастоп. Я не смотрю. Эбе – пох. Мастоп. Шестой глагол. Ит. Спросить. Спросить. Эзе – уйдаден. Ты спрашиваешь. Эзе – уйдаден. Эзе – уйдаден. Ты не спрашиваешь. Эзе – уйд мастен. Согласитесь, просто небольшая математика. Основа плюс окончание. В зависимости, кто говорит. И если нужно отрицание, ставим его посередине, между основой и окончанием. Седьмой глагол. Эшле. Работать. Работай. Вол – эшлять. Он – она работает. Вол – эшлять. Вол – эшле – месть. Он – она не работает. Вол – эшле – месть. Восьмой глагол. Кан. Отдыхать. Отдыхай. Эбе – канадоб. Я отдыхаю. Эбе – канадоб. Эбе – кан мастоб. Я не отдыхаю. Эбе – кан мастоб. Еще раз хочу вам напомнить, что чувашский язык другой. И надо сказать, что в чувашском языке глагол в настоящем времени очень часто используется и для обозначения будущего времени. Эбе – канадоб. Я отдыхаю. Я отдохну. Эбе – кан мастоб. Я не отдыхаю. Я не буду отдыхать. Кстати, такое явление наблюдается и в других языках мира, например, в итальянском. Конечно же, есть особое будущее время в чувашском языке, но это время, когда не очень уверены, что некое событие произойдет. Девятый глагол – киль. Приходить. Приходи. Сравните с английским языком. To come. Эзэ – келедень. Ты приходишь. Ты придешь. Эзэ – келедень. Эзэ – кельместень. Ты не приходишь. Ты не придешь. Эзэ – кельместень. Десятый глагол – кай. Уходить. Уходи. Сравните с английским языком. To go. Вол – каять. Он – она уходит. Он – она уйдет. Вол – кай масть. Он – она не уходит. Он – она не уйдет. И еще одна важная деталь. Если мы хотим поставить глагол в неопределенное время, мы добавляем аффикс «ма» или «ме». Например, «кала» – сказать основная форма и «кала-ма» – неопределенная форма глагола. «Киль» – прийти основная форма и «киль-ме» – неопределенная форма глагола. А теперь, имея глагол или почти что центр предложения, мы можем к нему подобрать простые подходящие слова. «Кала-ма-ма-на» – скажи, пожалуйста. «Кала-ма-ма-на». «Вол-мынь-ка-ла-ть» – что он говорит. «Вол-мынь-ка-ла-ть». «Ан-да-га-ла» – и не говори. «Ан-да-га-ла». Или возьмем слово «щи». «Эбе-абад-щи-едеп» – «я ем». В чувашском языке обычно мы говорим, что мы едим. В данном случае мы едим еду. «Абад» – это еда. «Эбе-абад-щи-едеп». «Эбе-яшка-щи-местеп». «Я не ем суп». «Эбе-яшка-щи-местеп». «Эбе-яшка-ю-рад-мастеп». «Я не люблю суп». «Эбе-яшка-ю-рад-мастеп». То есть, слыша незнакомый глагол, а в нем «мас» или «мес», мы можем догадаться, что кто-то что-то не... в нашем случае не любит. Ну а мы любим чувашский язык и с удовольствием готовы помочь вам в его освоении. Лучше выучить уже сейчас. «Эбе-чеваш-ла-врень-ме-хадер». «Я готов, готова учить чувашский язык». Не бойтесь ошибаться, пробуйте и пробуйте. И результат обязательно будет. Сыва-булар. До свидания. Сыва-булар. На этом уроке мы узнали много интересного. Давайте вспомним, какие новые слова мы выучили. «Колем». «Колем», Дима. «Терес», «ручка». А еще? «Карандаш». 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 «Куданка». 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 «Рюкзак», «сумка». «Ки-ни-ге». «Ки-ни-ге». «Терес», «книга». «Тип-тер». «Тип-тер». «Тит-рать». «Матур-зем». «Молодцы». «Матур-зем». «А как сказать по-чувашски?» «Смелый». «Хаюла». «Хаюла», «Терес Карина». «Маша, эти хаюлы». «Эбекиста хаюла». «Пиде, Аван». «А как сказать по-чувашски?» «Красивый». «Хитре». «Манан, а не хитре». «Аван, манан, а не хитре. Моя мама красивая». «Ачезем», «А как сказать по-чувашски?» «У меня есть книга». «Дима». «Калаха таргашин». «Манан кинеге пур». «Терес, пиде, Аван». «Манан кинеге пур». «А как сказать?» «Возьми, пожалуйста». «Яша». «Иль таргашин». «Терес, матур. Иль таргашин». «Пиде, Аван». «А как сказать?» «Дай мне, пожалуйста». «Карина». «Пар таргашин». «Пиде, Аван». «Пиде, Матур». «Карина». А как сказать по-чувашски? Спасибо. Тав-та-буч. Терес, тав-та-буч. Спасибо. Тав-та-буч. Матур-тем. А теперь, ребят, посмотрим сегодняшнее видео. Терес, тав-та-буч. Терес, тав-та-буч. Терес, тав-та-буч. Терес, тав-та-буч.